Добрый вечер, дорогие радиослушатели и телезрители! Мы на канале Медиаметрикс и продолжаем нашу передачу про стройки и про все, что связано со строительством. Сегодня я попробую вернуться к тому, с чего все начиналось. Много лет назад я когда-то начал писать о том, что можно самому построить дом. Это все основывалось на моем личном примере, потому что я сам построил три строения. И вот как-то это, видите, все переросло в цикл передач о стройках. Сегодня у нас в гостях Александр Матков. Саша, привет! Добрый вечер! Конструктор, проектировщик. И мы попробуем с ним обсудить, как это можно ли самому построить. Неважно, 20 метров или 350 из дерева или из камня. Что надо сделать, что не надо сделать, какие подводные камни существуют, ну и другие проблемы, которые связаны с этим. Попробуем затронуть. Саша, я искренне верю в то, что человек может сам построить дом. Я имею в виду не то, что он один все это сделает, там, крышу сколотит, камни все будет строить, хотя это тоже реально. Но мы говорим о варианте, когда, о чем я говорю, что человек набирает просто команду рабочих и строит себе дом. Это же реально. 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 Давай, значит, что нужно первое сделать? Давай обозначим рынки, где надо рабочих набирать. Это мы в теме, да, это мы в процессе обсуждения, к этому тоже подойдем обязательно. Давай, может быть, начнем с того, зачем, зачем самому все это организовывать, чего человек хочет добиться и потом уже через что ему надо пройти, да, чтобы получить некий результат, желательно тот, который его устроит. Я тебе могу объяснить сразу же первый вариант. Если мы берем срок 3 месяца, небольшой домик, нам нужно коробку сделать, это существенная экономия денег, потому что любая строительная организация возьмет, как говорится, оплату не только за труд, но и, как я всегда говорю, на новой X6 для их руководителя. Дашь мне возможность сразу комментировать? Да, пожалуйста. Да, сразу, значит. Если стоит вопрос экономии, то про экономию имеет смысл говорить тогда, когда твой потенциальный доход за это время будет на работе меньше, чем то, что ты сэкономишь от того, что будешь в этом участвовать самостоятельно. То есть ты же начинаешь стройку и в ней активно участвуя, фактически какую-то часть своего времени, своих ресурсов должен будешь откуда-то вытащить и задействовать в стройку. Если это имеет, в том числе, какой-то материальный смысл, да, то, наверное, стоит в эту сторону посмотреть. Полмиллиона рублей за 3 месяца. Это не всегда получается полмиллиона сэкономить на маленьком доме, тоже не факт, что получится. То есть надо взвешивать. Вот с этого я, пожалуй, начну. Что надо взвесить. Есть смысл заниматься этим самостоятельно, полностью самостоятельно или нет. Если есть смысл, соответственно, надо дальше понимать, чего надо сделать для того, чтобы эту стройку правильно организовать. Вообще не только стройку, а весь процесс, который будет вокруг дома. Так с чего начнем? Вот я хочу построить дом. Что мне делать? Я не хочу строительные компании. Это жадные упыри, черти. Хорошо. Значит, самое главное, чего придется или вспомнить, или просто каждодневные свои навыки применить, придется научиться читать. И вникать. Если ты хочешь, буду говорить, ты хочешь построить дом, соответственно, тебе придется разобраться, ну, как минимум, в том, как вообще строятся процессы строительные, чего надо сделать в самом доме, то есть тебе придется в это вникнуть. И потом ты уже сможешь как-то рулить этими процессами. Вот ты сейчас запутал меня. Мы хотим фундамент и коробку. Я хочу фундамент и коробку. Ну, первое, чего тебе надо сделать, тебе опять возвращаемся к еще более ранней теме, к проекту. Да, тебе надо определиться сначала с тем, что ты хочешь делать. Соответственно, тебе надо понимание, как твой дом должен выглядеть, тебе надо понимание, какие там планировки, дальше понимание, какие материалы будут использоваться, ну, и из материалов там полезут уже технологии. Хорошо. Это мы об этом, кстати, в передачах говорили. Люди выбрали себе проект, планировку, пришли к конструктору, он нарисовал, дал рабочий проект, в котором прописано все. Ну, не все, но многое. 95%. Как вязать арматуру, с каким шагом, какой бетон заливать, какие… Не совсем, Ром, не совсем. Там прописано, какое должно быть армирование. Это совсем не то же самое, как вязать арматуру, я имею в виду руками, да? Саша, это, да, это… Это толпись, которая важна, чтобы человек может подумать, что открывая проект, он получает некий учебник. Не-не-не-не. Так вот, проект это не учебник. Да, это мы понимаем. Но он видит объем материалов, видит схемы той же арматурной сетки, он видит схемы по кладке, если это каменный дом, он видит всю свою крышу. Ну, вот как ты делаешь проекты, там даже все вот палочки со всеми размерами и количество прописано. Получил он проект, подсчитал объем материалов, прибавил запас. Ну, просто с проектировщиком поговорил, проект это всегда как бы максимально приближенное к истине количество там прописано, объемы. Обычно это чуть больше всегда. Все, посчитал, понял, говорит, о, у меня есть деньги на это, я готов. Дальше что ему делать? Смотри, я бы прежде чем посчитать, вообще озадачился бы вниканием в проект. Это не, Ром, это важно. Не получится самостоятельно рулить стройкой, если ты не вникаешь. Почему? Потому что взял ты проект, там вроде все прописано. Пришел к рабочим, сказал, рабочие, трудитесь, вот проект есть. Читать умеете, умеем, сколько, столько. И начали чего-то рабочее делать. Ты как бы уверен, что они работают по проекту. При этом сам ты проект прочитать не в состоянии, строго говоря. Поэтому надо вникнуть в то, чего написано в проекте. На это тоже должны быть личные силы. Я вот сторонник теории, что человек может почти всего добиться сам. Ну, во всяком случае, очень многого. Для этого надо поработать. То же самое с проектом. Если ты хочешь, ну, к примеру, ты юрист. Хочешь заниматься строительством, для себя даже. Ты берешь проект. Ну, помимо того, что ты берешь проект, в проекте есть, например, кладочные планы. И кладочные планы – это всего-навсего план стен, фактически. Там тоже не расписано по блокам, по элементикам. Вот этот кирпичик такого размера кладем сюда, такого кладем сюда. Там написано, что кладку вести в соответствии с альбомом технических решений конкретного производителя. Вот ты дал подсказку. Вот. Я считаю, что таких подсказок много. Это как раз к вопросу по литературе. Придется, с чем ты работаешь и поработать с первоисточниками. То есть, если говорим про фундаменты, ты решил, что, допустим, делаешь вообще сам. Или делаешь не сам. Хорошо, берешь бригаду. Но ты должен знать, чего там вообще смотреть, да? Чего там надо по арматуре поглядеть, посмотреть по всяким защитным слоям, по гидроавиации и так далее. То есть, хотя бы поверхностно иметь представление о том, что предстоит делать. Но у нас в России долгие зимние вечера. И зима длинная. Да. То есть, у нас зима и начало весны идеальное время для того, чтобы прочитать те самые подсказки от производителей. И открыть даже, может, где-то специализированную литературу, написанную понятным языком. А еще самое главное, что остается у человека, это тот самый конструктор, кто все это нарисовал. Ничто не запрещает позвонить, ну, заранее обговорить от момента, что, а вот объясни, а это что тут? И втором, это если мы предполагаем, что человек там дошел до конструктора, там, не знаю, или взял готовый типовой даже проект, просто пошел в интернете, купил, получил документацию. Ну, то есть, тут будет разница, когда он получил документацию, он будет ее сам читать и понимать, как знает. Когда он делает заказной какой-то проект, у него есть действительно контакт там с архитектом. Мы говорим о заказном, что можно позвонить. Да, это полезно, потому что много проектировщиков, архитектов там в состоянии подсказать, там, то, что человек вот так сразу не воспринимает. Это, да, первый шаг на пути. Прочитал. Примерно понял. Дальше надо получить, желательно, на мой взгляд, получить порядок цифр на работы и на материалы. Соответственно, этот проект, либо ты самостоятельно берешь данные, да, и начинаешь штудировать. Там, бетона столько, ага, хорошо, полез в интернет, сколько стоит, там рядом с домом столько. Арматуры столько. С бетоном арматуры все более-менее понятно. Перешли к стенам. Со стенами тоже там блоки объема прописаны. Ну, плюс-минус тоже. Наверное, больше всего там хитрушек, вот, в подсчете стоимости, это по крыше, там, куча позиций. Потому что в проекте никто там до гвоздя ничего не прописывает, потому что это, ну, совершенно... Ну, гвозди, да, не считают. Соответственно, желательно проект отправлять на получение коммерческого предложения, там, в предполагаемой компании, где думаешь, что закупать материал кровельный. Вот, и там, как правило, менеджеры очень плохо составляют. То есть, они могут добавить лишнего, но, во всяком случае, порядок цифр будет, а дальше можно поработать там уже с деталями. И, в общем, первая задача получить стоимость, подробную стоимость материалов. Я вот скажу, что, когда начинаешь делать такую, ну, это даже не смет, это фактически подробная спецификация, ну, и со смечиванием, там, с элементами, то на средненький домик, там, ну, даже не так важен размер, ну, скажем, порядка 200 квадратов, то в Excel это, там, позиции 140. И то же самое надо сделать по работе. Ну, человек, если решает, что он все-таки не сам руками строит, а кого-то привлекает, соответственно, ему тоже надо отправлять проекты потенциальным исполнителям и получать от них какое-то коммерческое предложение. Ну, в интернетах сидят все обнаглевшие. Откроешь специализированный сайт, и там цены, мама, дорогая, даже от частников. О строительных компаниях мы не говорим. Куда человеку податься, где найти бригаду? Очень сложный вопрос, у меня нет на него ответов. Беларусь, Таджикистан, Украина. Ну, конечно, конечно, они здесь. Первое, я бы подался, посоветовал бы очень известный форум. Рома, это очень хороший форум для тех, кто хочет построиться. Там есть рабочие. Там есть рабочие, там есть биржа, это раз. Помимо биржи, там есть очень много очень узких обсуждалок, тоже где-то на любительском уровне, где-то от специалистов. Проблема форума в том, что совершенно невозможно, если ты не специалист, отфильтровать весь тот мусор, который есть, от нужных тебе золотых зернышек. То есть, поэтому мы направляем людей не на обсуждение каких-то нюансов строительных, а именно где, ты говоришь, биржи рабочие. Не только. Можно залезть по каждой теме, залезть в факт и посмотреть какие-то основные положения. Ну, не знаю, работаешь ты там, условно, с деревянным домом. Залезь и посмотри какие-то основные моменты, которые очень неплохо расписаны по тому, с чем придется столкнуться. И расписано это часто людьми, которые профессионально этим занимаются, у которых большой опыт. Поэтому я бы не пренебрегал. На мой взгляд, это один из лучших ресурсов. Можно найти 20-30 исполнителей, кинуть им вот это, это, это. И сколько, какие цены кто предложит. Уже это можно выбирать. Ну, уже будет, во-первых, в голове формироваться вообще, о чем речь-то идет. Порядок цифр. Будет формироваться какое-то понимание, ну, поскольку там на бирже есть в том числе отзывы о исполнителях, ну, будет какой-то, там, минимальный, может быть, процент обратной связи, но он будет, когда ты приходишь просто в строительную компанию, у тебя, честно говоря, вообще никакой связи нет. Да, непонятно. Пока ты денег не занес, все прекрасно, вокруг тебя бегают. Ты денег занес, и дальше, как повезет. То есть многое зависит от того, насколько правильно, там, удачно ты пришел и подобрал компанию. Хорошо. Набрал я монолитчиков, с кладчиками договорился, когда им выходить по кровле. Тут, смотри, тут есть вопрос, будешь ли ты организовывать весь процесс полностью сам, или ты будешь искать просто бригаду, которая будет строить. Это разные вещи. Потому что если ты ищешь готовую бригаду, показываешь проект, говоришь, можете, а они говорят, могу. Могем. Да, они все так говорят, ну, почти. Да, но ты можешь, есть возможность, хорошо бы, чтобы была возможность посмотреть, что уже построено, поговорить с людьми, которые у них строились, да, и что-то узнать о бригаде, какие впечатления, может быть, съездить даже на действующие. Это возможно? Узнать впечатление у заказчика, как им рабочие, это очень субъективно. Может быть, фотографии и видео достаточно будет? Я тебя, это, байки давно не травил. Нет. Значит, на тему субъективности. Это может быть и субъективно, но когда вот ко мне обратились по кровли, там, по сложной, причем кровли не очень большая, но сложная. Для меня там было три конструктора. Ладно, значит, в результате я сделал кровли, я спроектировал, стали искать бригаду. Бригады были, в том числе, вот, с биржи, с отзывами. Заказчик очень был въедливый, но и правильно, потому что он понимал, что вот первый раз он сделал почти все, потом все разобрал. А второй раз так не хотелось сделать. И вот две бригады, которые были вроде бы с отзывами, оказались, вот одна отправилась там через полчаса после моего уезда домой, вторая там чуть подольше продержалась. Я к чему? Когда у тебя есть возможность поговорить с людьми, у которых уже бригада работала, это может быть и субъективно, но это всегда большой плюс. Я не знаю, я когда на мукинге что-то бронирую, я смотрю отзывы об отеле. И для меня важно. Я смотрю, кто их отставил там. Семья с детьми, просто там молодежь и так далее. Может, это платные китайцы пишут? Может, но я и смотрю там странно. Ну, в общем, у меня есть какой-то свой опыт, да, доверие к чему-то. И я скажу, что я в основном не промахиваюсь. Поэтому я бы предложил такое. Это лучше, чем ничего. Потому что в любом другом случае у тебя будет просто угадайка. Ну, ты ищешь бригаду, это даже не организацию. Ты толком-то не знаешь, будут они завтра вот здесь, в Москве, там, не знаю, или где ты строишь. Они будут. Когда у тебя есть возможность получить хотя бы минимальную обратную связь, это что-то, когда у тебя вообще такой связи нет. Ну, ты будешь, значит, ориентироваться на себя. Насколько ты там разбираешься в людях, насколько тебе кажется здравым то, что они говорят. Может быть, есть возможность, это всегда здорово, если есть возможность поехать и посмотреть на строящийся объект, или уже построенный. Но на строящийся интереснее. Ну, ты знаешь, Саша, на мой взгляд, бригада, которая может от и до, это большая редкость. Потому что получается, вот даже я по своему опыту, какие-то группы бригады, вот это она делает отлично, это хорошо. А вот это говорят, можем, и вроде бы понимают, они толковые, но не идет процесс. Вот не идет и все. Да, но это бригады, которые говорят, что можем все, и если ты ее найдешь, и они действительно могут все, тебе повезет. Конечно, бригад, которые полностью специализируются на всем цикле, условно меньше. Условно, потому что именно, потому что все может, все можем. Все можем. Все можем. Проверишь ты это, когда уже выйдешь на стройку, к сожалению. То есть, тогда можно даже порекомендовать людям не искать именно одну универсальную бригаду, а поэтапно. Ну, да, попробовать подробить. Монолитчики все-таки легче найти, кто фундамент делает. Относительно. Смотри, тут сразу будет палка о двух концах. С одной стороны, вроде бы хорошо искать не универсалов, а людей, которые заточены под конкретную, там, этап работы, скажем. Монолитчики, каменщики, кровельщики. Прекрасно, там, из каменщиков, скажем, возьмем именно отделочников, которые занимаются, ну, это не отделочники, именно каменщики высокого разряда, которые занимаются, там, лицевой кладкой, если это будет кирпичная стена, или облицовкой, там, искусственным камнем, например, или натуральным. Это тоже, там, нужен опыт. Если получится найти таких людей по отдельности, ты будешь знать, что это профессионалы, здорово, потому что у тебя будет, там, одни пришли, свое четко сделали, там, с ними рассчитались, ушли, пришли новые. Но есть другая сторона медали. Одни ушли, кто принял работу? Пока под вопрос, не, погоди, пока под вопрос. Пришли другие, ой, тут все плохо. А, это нормально. Это постоянная песня, надо на стройке быть к этому готовым, что, ой, кто это делал? И вот если бы мы делали, это постоянная история. Но, тут есть такой нюанс. Когда пришла одна бригада и делает от и до работу, есть кого спросить. Ребята, вы вот в прошлый раз накосячили, я не специалист, условно, да, я это не заметил. Вы сказали, что все можете. Исправляйте. Там вот это вылезает, допустим, на коробке уже. Исправляйте. Это можно, конечно, исправить. Вот эта последовательность проще. Если они дойдут до отделки вдруг, они будут знать, что если нам потом штукатурить стену, мы ее будем ровно выкладывать. Если нам делать самим полностью крышу, то мы будем выбирать ту последовательность, которая дает максимум удобства, во-первых, и которая гарантирует хороший результат. А если мы вот сейчас, не знаю, мы делаем фундамент, мы сделали, да такие допуски, это настройки нормальные. Нас вообще ничего потом не волнует. Тут еще очень... Каменчики выложили стену, им потом ее не штукатурить. Это такое вот все в допусках, у нас вообще все четко и так далее. Ты абсолютно прав. Но мы, самый еще один важный момент, недоговорил, наверное, я, что помимо того, что человек сам решил строить, сам ищет бригаду, сам рулит, сам организовывает площадку, закупки материалов. Так как он не является специалистом, и все его знания о том же проекте, они достаточно поверхностные, просто для понимания того, что он изучал, он все равно многого еще не знает. Существует так называемый технадзор. Это тоже все равно непросто. Почему непросто? Вот фундамент. К моменту о разных бригадах, что работа в команде важна тем, что позволяет свалить от вину на другого. Вот есть технадзор, собрались залюбить фундамент. Заказчик сам, вместо того, чтобы не давать команду, звонит технадзору, говорит, приедь, посмотри, вообще нормально все сделали, можно лить или нельзя. Ведь несколько приездов технадзора, они абсолютно не удорожают стройку, это раз, а во-вторых, это уже спокойствие будет у самого будущего домовладельца. Есть такой момент. Моя практика говорит о том, что так бывает редко, к сожалению. К этому надо, что не вызывает технадзор. Вообще про технадзор никто и слышать не слышал. Это плохо, потому что, конечно, он позволяет снять какие-то, во всяком случае, очень острые моменты. Подождите, но стоит он там 10-12 тысяч за выезд. Ну, 10 выездов, 100 тысяч на весь дом. Ты не поверишь, как люди за 100 тысяч удавятся. Я тебе просто расскажу про практику даже больших строек, то, что ты видел, мои большие проекты. Как правило, на больших проектах архитекторы ведут очень иногда авторский надзор. Я очень иногда веду технический надзор. Очень редко ты имеешь в виду? Очень редко, очень иногда. А, очень иногда. Очень иногда, да. Казалось бы, вот строим большой дом, да, пускай там, не знаю, 50 миллионов стоит. Порядок цифр, да, даже если он 25 стоит, хотя 25, это я честно скажу, по меркам там, интересных проектов, это очень небольшая цифра. И заказчик считает, как бы, аргумент, когда ему говоришь, что вот мы можем предложить такую услугу, там, авторский технический надзор. Заказчик говорит, а вы что, такие плохие проекты делаете, что мне технодзор нужен? Ну и вот, когда беседа идет в таком ключе, мы говорим, да нет, мы делаем хорошие проекты, вот проект, получите, распишитесь. А дальше то, что строители там навертили, это уже ваше. Да, да, дальше будут косяки, будем смотреть, в чем вопрос. Слушай, Саша, а расскажи, ты как-то рассказывал мне лично, я хочу, чтобы ты всем рассказал, пример, когда где-то на Рублевке огроменный дорогой дом и трещина пошла. Оставь этот момент, там сложно все. Ну, подожди, Саша, но ты же раскопал фундамент, и оказалось, что там нарушение проекта было. Там было нарушение проекта, там до конца никто ничего не докопал, потому что там не было задачи раскопать. Надо было бы делать нормальную экспертижу, а вообще начинать надо было с нормальной геологии, как заказчика предупреждали, сделайте геологию. Нет, мы все знаем, мы под подпись, тут грунты хорошие. Предлагали, давайте возьмем технодзор, будем смотреть, там выкопали клаванку, пускай даже не было всей геологии, но там проектировщик приехал, глянул, он хоть понимает, с чем он работает, точно там то, на что закладывались или нет. Когда начали там смотреть, искать возможные причины, там нас-то это мало касалось уже, так выяснилось, что геология там и рядом не стояла, и похоже, там был просадочный грунт, которого там, в принципе, в Подмосковье почти никто не видит. Вот, то есть там какая-то свалка была, там был торф, внизу были куски бревен, и вот это все дело гниет, потом просаживается. то есть там комплекс был, каких-то вещей нехороших очень. А дом стоил миллион долларов? Я не знаю, ну, нормально он стоил. Дом там, может, не миллион, но он стоил на тот момент. Причем, мы никогда в работе не скрываем, чего надо сделать, чтобы было хорошо. И всегда советуем, ну, как минимум, сделайте геологию. или под подпись, там, вот принимаем, вот такое, потому что мы об этом, честно сказали, и предупредили. Точно так же сделано в типовых проектах. Фундамент привязан вот к таким условиям. И все, что не является таким условием, требует переработки фундамента. Это очень важно. там, мне говорят, там был комплекс, там и с грунтом, похоже, были проблемы. И фундамент был плитой. И там, где обязательно должно быть утепление плиты, потому что фундамента мелкого заложения, в СНИПе, там, в строительных правилах есть пункт, что глубина заложения фундамента, это к вопросу, вы нарушаете все нормы, да, не закладывая его на два метра. Так вот, там есть запись о том, что глубина заложения фундамента не определяется глубиной промерзания, в случае, если грунт не пучинистый, и в случае, если выполнены проектные мероприятия, для того, чтобы исключить пучение грунта. Вот утепление плиты и отмостки является именно одним из таких мероприятий. Вот, когда люди этого не делают и считают, что так нормально, а потом всплывает какой-то косяк, ребята, вы кардинально вообще изменили весь конструктив. Но это рабочие изменили. Рабочие. Сказав, что не надо. Ничего не сказали. Просто изменили, ничего не сказали. Кто будет смотреть? Технадзора нет. Технадзора нет, никого нет. Саша, вот ты сейчас говоришь, но ты, по-моему, все подводишь к тому, что нереально самому построить дом. А, значит, я объясню, к чему я подвожу. Я подвожу к тому, что, когда ты собираешься, не знаю, управлять яхтой, управлять автомобилем, даже велосипедом управлять, построить дом, ты должен быть уверен в своих силах. Если ты уверен, если ты чувствуешь в себе желание, стремление, чувствуешь энергию, чувствуешь, что ты готов в это вложиться и понимаешь, что это не просто пустой звук, да, хорошо, у тебя есть какой-то опыт, ну, добивания чего-то. Посадить дерево, дом построить. Да, 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 кого-то там построить. Тогда в это стоит и вникать, и влезать, да, затевать эту песню. Но если ты понимаешь, что мне хотелось бы там поиграться в стройку и потом друзьям рассказать, что я тут дом построил, то лучше на сарайчике потренироваться. Лучше потренироваться на сарайчике, да, и в это, честно говоря, не лезть, потому что, скорее всего, при таком отношении ничего не получится. Строительные компании не просто так берут деньги за свою работу. Я не то чтобы хочу сказать, что вот только строительные компании, потому что там тоже свои есть подводные камни, но когда ты чего-то делаешь сам, новое, да, ты должен в это вкладываться, ты должен этому учиться. Ты должен в это вникать. Тогда, скорее всего, все получится. Постараться не наступить на грабли. Я с тобой солидарен, Саша, но все-таки так уж продолжаю считать, что можно. И то, что ты рассказываешь, да, это тяжело, это сложно. я не исключаю, то есть, конечно, можно, я там перед тобой тридцать, три-четыре месяца взять отпуск, один оплачиваем, другой за свой счет, ну, договориться как-то и приступить к этому, подготовившись зимой. Конечно, есть же еще вторая история. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Ну, и в этом очень большая логика. Хочешь понять, как сделать хорошо, допустим, кладку, сейчас полно вот таких мастер-классов, которые проводят сами производители, абсолютно бесплатно. Если потратить день, тебе не надо научиться пользоваться мастерком, тебе надо понять, какие нюансы в растворе, в приготовлении, какие нюансы в укладке блока, в последовательности работы, это поможет. И вот как раз мы переходим к закупке материалов. А где мне покупать их? Нарисовал им проект, даже написал, какие блоки, куда мне идти? Откроешь интернет, да, Google в помощь. 58 сайтов. Я, ну, я даже подсказку дам. Я за то, чтобы закупать вот основные материалы у крупных, у известных компаний, кто много лет на рынке. Конечно. Потому что, как показывает мой опыт, цены у них недорогие. Когда ты берешь объемы, ну, даже вот на один дом, у них цена все равно получается ниже, чем на рынке, и качество другое, и гарантии какие-то есть. Ну, по тем же кирпичам, по тем же блокам. Я бы ничего другого даже не рассматривал. Тебе надо построить дом, а не туалет, метр на метр, да, то, конечно, надо идти в нормальную компанию, которая действительно давно на рынке, которая является крупным дилером, потому что, в основном, это дилер. Можно пойти напрямую к поставщику, но поставщиков сейчас, вот именно производителей осталось мало. в основном все через дилеров работают, ну, или там ты доедешь до производителя, он тебе даст дилерскую цену и будет совершенно вправ, наверное. Это там отдельный вопрос, но важно, конечно, покупать. Первое, ты должен быть материал, если ты работаешь с проектом, тот, который заложен в проект, желательно. Если ты собираешься сделать шаг в сторону, не потрубил, не поленись, проконсультируйся. Или тогда не предъявляй претензий, потому что те же самые блоки газобетонные можно купить за 3-4 тысячи, а можно купить за 1,5 тысячи. Я образно говорю. Даже не образно так и есть. Сделанный в ангаре в Подмосковье, непонятно кем. Но зато дешево, зато 40 тысяч сэкономерных. Ну и так по всем вещам. То есть арматуру собираешься покупать, зайди в интернет, найди крупную металлобазу, которая существует не знаю с какого времени, у которых объем поставок очень большой. Скорее всего, да даже не скорее всего, а 100%, они работают со всеми сертификатами. Ты на свою партию арматуры получишь сертификат соответствия, заказывай бетон, не поленись, посмотри, кто производитель в твоем регионе, найди там не знаю три самых крупных завода, потому что чем крупнее завод, тем больше шансов, что приедет то, что нужно. Не клевать на цену на 300-400 рублей дешевле, потому что это, как я считаю, хипстеры пооткрывали заводиков, непонятно где, чуть ли не в болоте в каком-то, сыпят цемент не тот, гравий не тот, ну короче, все не то, но вроде бы бетон. Ну и таких вещей, более там, с кровлей то же самое, да, не надо заходить на ближний рынок и смотреть, там может быть даже есть то же самое, но лучше пойти к тому, кто профессионально этим занимается, кто продает. Во-первых, там подскажут, чего и как, даже если ты работаешь без проекта, да, вот, на моей практике, не как конструктор, а как человека, который не может все время отвлекаться от работы, у которого есть профдеформация. Едешь по каким-нибудь дачам, смотришь, кровельщики работают и на глазах слезы, потому что, ребята, ну вы не идиоты, ну как бы вот, вы ни хрена не знаете, потому что пришли, там, не знаю, из какого-то села, и у вас нету желания прочитать букварь и посмотреть, как делается. Но заказчик-то, где себе думать, но ведь он мог поехать, там, не знаю, в любой, относительно, там, средненький центр, который занимается продажей кровельных материалов, и там, как правило, всегда стоит макетик, 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 минимальный, как должна выглядеть, как должна выглядеть кровля, как установлены стропила, где там утеплитель, где там пара, завиции, где мембрана, где какие обрешетки, контробрешетки и так далее. Ну, какие-то, ну, не знаю, элементарные азы. Часто смотришь на то, что творится, и просто ужас, потому что сам себе пою, сам себе тащусь. Я вспомнил, как надо мной насмехались в интернете, когда спросили, а ты умеешь это делать? Я сказал, не, инструкцию открываю. И несколько человек прям очень так глумились надо мной, когда я сказал, что я читаю инструкции. Ты читаешь инструкции? Да, Рома, я всегда читаю инструкции. Вот я там немало уже работаю, так всегда читаю инструкции. Мне вот, меня научили в свое время, что читать это очень здорово. И чтение это не только удовольствие, это источник знаний. Хорошо. Нашли людей, нашли где закупать. Что делать? Пришел участок, стоит голый. Полетели. Полетели. То есть, ну, смотри, дальше там, что надо расписывать, на самом деле, по этапам. Если у тебя есть обратная связь с проектировщиком, не поленись, как бы, просто поговори, там, это не работа, в общем-то, проектировщика, писать такие вещи, да, но человек, с которым ты работаешь, если вы нормально работали, я думаю, никогда не откажет в том, чтобы набросать свое видение, как надо выполнять работу, в какой последовательности. и, соответственно, вот составить какой-то план-график, чего и как делаем, там будет много пунктов, и, ну, по возможности его придерживаться. Если там нет такого человека, соответственно, опять-таки, надо вникнуть в проект, надо, ну, вообще, почитать, как люди это в целом делают, там другие, попытаться это все осознать, составить какой-то свой планчик, обсудить его с исполнителями обязательно, потому что они скажут, давайте вот это вот так сделаем. Нет, ну, не, не, Ром, даже вот без всяких там подколок, часто строители даже вот там по моему проекту получают проект, и у них есть какое-то видение, что, Саша, давай мы вот так сделаем. Те строители, которые считают, что стоит это обсудить, абсолютно правы, потому что я, там, если про меня говорим, не дракон, я никого не ем, мы обсуждаем. Если они будут категорически неправы, они будут делать так, как я говорю. А могут быть ситуации, когда то, что они говорят, вполне здраво, просто с точки зрения производства работы. Я скажу, ребята, делайте, все нормально. То есть, последовательность тоже может быть очень разный. Вопрос строителей, Роме, делаем, кирпичный дом с облицовкой кирпичом. Как будем делать? Сначала коробку ставить, потом кирпичом обкладывать или вместе? Ты знаешь, и так, и так можно. Вот, меня вчера пытались, Саша, как правильно. И так, и так можно. Поговорить с людьми, которые это делают, понять, как им удобнее, понять, кто есть в бригаде. А еще немаловажный момент. Что ж такое? Для того, чтобы работать, скажем, по этому вопросу, по кладке, да, должно быть дом 10 на 10, там, не знаю, 12 на 12. Должно быть 5 кладчиков, 4 кладчика, один подсобник, как минимум. И еще должно быть минимум 3 кладчика на основной стене, на блоках. Что называется, вы можете разместить 10 человек одновременно, если можно, да, две готовки, никаких вопросов. А вот от этого, кстати, мы тоже переходим к вопросу, как начать. Ведь помимо того, что нашли людей, нашли где материалы, сокупать контакт с проектировщиком, есть проект. Надо же еще приступить к обустройству участка, организовать рабочее место. Конечно. И что мне делать? Палатки разбить. Почесать репу, переговорить обязательно, переговорить с бригадой. Хорошо, если, повторюсь, хорошо, если это будет бригада на все время работы. Нет, мы считаем, что будут разные, и надо человеку самому это подготавливать. Если человеку надо самому это подготавливать, опять, у него там есть головная боль, потому что ему первое, ему надо поставить бытовку на участке. И смириться с тем, что ее придется покупать. Это расходный материал. Да, это расходный материал. Но тут есть засада, когда человеку самому это надо решать. Он, конечно, смирится, зайдет в интернет и найдет самую дешевую. Это, с точки зрения, может быть, заказчика и неплохо, но вот с точки зрения рабочего процесса это очень плохо, потому что стройка там за три месяца бывает на каркасных домах, бывает на маленьких каменных домах. все остальные стройки это 5-6 и погнали. Тем более, что потом же придется делать отделки вторым этапом опять. Поэтому к вопросу обустройства жилья я бы всем советовал подходить следующим образом. Если вы хотите, чтобы каркас работал как для себя, платите каркасу как для себя. сделай удобное рабочее место, чтобы человек, придя в бытовку осенью, не дрог там, чтобы она была утепленная. В бытовке желательно хотя бы, чтобы там стоял умывальник, была вода, причем с подогрева, чтобы люди могли как минимум помыть руки. Да ладно, тазик на крышу, душ собирается. Желательно, очень желательно, пускай даже не в самой бытовке, но чтобы был душ с теплой водой. Я сам там жить буду, прекрасно, Рома, это твоя работа. Почему? А потому что люди чувствуют, во-первых, отношение к себе, во-вторых, когда ты относишься к людям как к людям, а не как к разовому материалу, скорее всего, будет и обратное отношение такое же. Но я на это, во всяком случае, надеюсь, что рабочие это далеко не глупые люди, даже у которых нет никакого образования. это прежде всего человек. Если ты к человеку относишься как к человеку, вероятно, что у тебя все получится, будет гораздо выше, чем если ты относишься к рабочему как к человеку третьего сорта. То есть, надо начать с удобства. Вот я бы сам, условно, я бы сам стал в таких условиях работать, если говорить, если не лукавишь, ты все делаешь правильно. Это очень важно. Объясню, почему разница между бытовкой, допустим, четырехместной, пятиместной, какой-нибудь шесть на два с половиной транспортным габаритом, бытовкой деревянной, которая будет вообще голой, которая, да, сезон она простоит, продуваемая, промерзаемая, она стоит, наверное, тысяч сорок, может быть, тридцать пять даже. Дешевая. Совсем дешевая, ее сгрузить-то страшно. Бытовка, в которой можно совершенно спокойно зимовать, там, сделать, если на месте особенно делать, там, шесть на три, она будет стоить около строльника, причем даже не сама бытовка, если ты ее обустроишь, там, протащишь туда свет, нормально, протащишь туда какую-то воду минимальную, сделаешь удобные, там, лежаки, да, потому что, ну, я про это трещать могу много, потому что я с этим много сталкиваюсь по работе, и я хорошо понимаю необходимость этого, вот, всех этих моментов. Если ты делаешь бытовку, в которой ты сам готов зимовать, это путь к успеху, это путь к успеху, я бы не стал на этом экономить, потому что разница, там, даже 50 тысяч на, вот, строительном городке, для заказчика она кажется чистым минусом, на самом деле это окажется чистым плюсом, потому что, если человек, ну, я так считаю, профессионал, поработал, выложился, пришел во временный дом, имеет возможность сполоснуться, нормально, имеет возможность не под дождем на улице, там, на костре готовить, да, наказывает флиточки, на костре это оригинально, были такие случаи? Какой был, Рома? Какой был? Ты меня удивляешь, Саша? Одно дело, причем, когда люди там, ну, нравятся, да, мази готовят, наказание, я сам люблю наказание поготовить, и ты делаешь, потому что тебе это интересно, а другую делу, ты делаешь это по необходимости, потому что там выделить две тысячи не было возможности на плитку, бывает и такое, это, ну, это тяжелый случай, но, к сожалению, это не редкость, поэтому, надо серьезно подойти к этому моменту, он очень важный, и он отобьется многократно, а если ты возьмешь хорошую бытовку, то она же отработает не один сезон, сначала с помощью этой бытовки, там люди будут размещаться разные, там, приходящие бригады для того, чтобы построить коробку, потом будет делаться отделка, и то, и другое, ну, там, на доме, скажем, 200 квадратов, это минимум, самое минимум, два сезона, да, если она останется в каком-то приличном состоянии, да, если ее там не убьют, ее можно продать, да, будет какая-то достаточная цена, этого будет вполне достаточно, там, материал, поработал, со своей задачей справился, все молодцы. Саша, наше время подходит к концу, ты, конечно, напугал людей, я-то понимаю, о чем ты говоришь, но люди, которые нас слушают, мне, в общем-то, кажется, часть народа испугалась и разуверилась в том, что можно это сделать, я хотел бы продолжить этот цикл, может быть, не так тяжело людям объяснять и рассказывать, чтобы попроще, потому что пока очень страшно, 30 секунд у нас. Да, есть, у нас здесь полторы минуты есть. Отлично, значит. Почему я там, может быть, даже и пугаю немножко? Потому что, вот, лично у меня, да, как у Саши Маткова, руки растут из правильного места, у меня там хобби, всякими деревяшками я люблю заниматься в мастерской, железками и много чего умею сам. Году эдак, в 2006-м, я решил, что я сделаю парусный катамаран. Я хорошо, я серьезно к этому вопросу подошел, я пообщался с конструкторами хорошими, я заказал надувные баллоны хорошие, я сделал почти, там, все трубки закупил, дюралевые, нафрезеровал все вещи, в общем, катамаран недоделанный лежит у меня в гараже. Я все жду, когда же у меня появится время со своими стройками, чтобы его доделать. Сегодня, 2017-й год. Вот, чтобы с домом такого не было, надо очень хорошо взвесить, могу ли я, хочу ли я, могу ли я. подготовиться. Да, и отдавать себе в этом отчет, чтобы стройка не затянулась на десятилетку и не превратилась в ужас. Стройка должна доставлять радость. А наши передачи может быть помогут в этом. Надеюсь. Спасибо тебе, Саша. Пожалуйста. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.